Пятигорск Ко дню победы памятник приведут в порядок. Работы уже начались. Андрей Турчак, в свою очередь, сказал, каждого ветерана надо окружить заботой. Для этого он предложил закрепить за участниками войны по волонтеру. На ферме в Кочубеевском районе начнут выращивать голубику. Грант в размере почти 3 миллионов рублей на реализацию проекта получил местный предприниматель. Согласно планам, на предприятии будут выращивать более 5 тонн голубики в год. Грантовые средства направят на покупку посадочного материала, строительство помещения для сортировки ягод и закупку оборудования. В Александровском районе сдали в эксплуатацию ясельный корпус детского сада «Аленушка». Новое здание смогут посещать 55 малышей в возрасте от полутора до трех лет. Корпус построили благодаря нацпроекту «Демография». Общий объем финансирования более 45 миллионов рублей. По этому же проекту в районе строится и другой ясельный корпус детского сада «Звездочка». Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. В Ессентуках возведут самое высокое на Северном Кавказе колесо обозрения. Высота аттракциона составит 65 метров. Колесо сможет работать круглый год, вне зависимости от погоды. Также там установят кабинки для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается, что масштабный проект сделает город-курорт еще более привлекательным для туристов. Ставропольский гандбольный клуб «Виктор» сражается за выход в четвертьфинал Европейского Кубка Вызова. Соперник израильский Ромат Хашарон. Первый матч прошел накануне на выезде и завершился в ничью 31-31. Наши гандболисты проигрывали один мяч к перерыву, но в итоге восстановили равенство. Теперь все решится в ответной игре в Буденновске. Она пройдет в ближайшую субботу.